Всем привет! С вами Женя Эйхман и новый выпуск программы 200, программы для ульяновских детей и их родителей. Сегодня мы вам расскажем, как провести безопасное лето, какой оркестр лучше всего играет гимн и как попасть в волшебный мир кино в ульяновске. Первый июня – день защиты детей, но порой нас приходится защищать от нас самих же. Как провести отличное, но при этом безопасное лето в сюжете нашего корреспондента. Вот и наступило долгожданное лето. Впереди три месяца отдыха, веселья и приключений. Чтобы эти приключения не стали печальными, сегодня мы поговорим о правилах безопасного лета. Поехали! Лето все любят за яркое солнце и жаркую погоду. Однако именно с ними и в летние месяцы и нужно быть осторожнее. Главные опасности, подстерегающие нас в солнечные дни – это солнечный и тепловой удар. Смотри, тепловой удар – это избыточное воздействие высокой температуры тела на организм. Это ситуация, когда вследствие высокой температуры наш организм просто не может поддерживать свою нормальную температуру тела. Это может быть даже жизнеугрожающей ситуацией. То есть какие симптомы? Потеря сознания при серьезном тепловом ударе, рвота, очень высокая температура тела, спутанность сознания. То есть это вот критерия теплового удара. Итак, чтобы избежать опасности, нужно помнить несколько несложных правил. Первое – в солнечной погоде на голове всегда должен быть головной убор. Второе – на открытые участки кожи должен быть нанесен солнцезащитный крем. Еще одно важное правило – одежда должна быть по погоде, иначе можно перегреться. И, наконец, самые жаркие часы дня лучше проводить в тени. Закар, полученный с 12 до 3 часов дня, даже опасен. Еще одно правило – то, что когда выйдешь в жаркую погоду на улицу, обязательно с собой возьми воду. Обезвоживание очень плохо влияет на твое здоровье. Кого летом становится действительно много, так это братьев наших ползающих, летающих и жужжащих. Хорошо, если это красивые бабочки, милые божьи коровки. Но есть и куда более неприятные насекомые. Если вы хотите погулять в парке или в лесу, то лучше вам надеть закрытую одежду с длинными штанинами и рукавами. Дело в том, что в наших краях вводится энцефалидный клещ, а он разносящий опасных болезней. Вернувшись домой, не забудьте как следует осмотреть свою одежду, а главное – свое тело. Если заметите, на нем впишутся в вас кровососы, ни в коем случае не трогайте его сами. Бегите к родителям, они лучше знают, что надо делать. Еще один совет. Не пользуйтесь летом душистыми шампунями, гелями для душа или духами. Их яркие запахи наверняка привлекут к вам ос, пчел и других жужжащих насекомых. Ну а если уж они налетели, не машите руками, не бегайте и не кричите. Так вы не только не отпугнете, но и больше разозрите их. Смотри, если тебя укусило насекомое, посмотри, насколько сильно тебя это беспокоит. Ну, небольшой укус комара или какого-то насекомого, который особо не оставил никакого следа, не требует вообще никаких действий. Если ты видишь, что после укуса у тебя начинаются раздражения на коже, покажи родителям. Опытные мамы и папы знают о специальных лосьонах, кремах и мазях, которые позволят избежать сильного дискомфорта после укусов. Наконец, вот тяжелая позиция, да? После укуса насекомых ты чувствуешь, что тебе плохо. Здесь ситуация такая. Либо немедленно обратиться к родителям, если родители где-то рядом. Либо подойти к любому взрослому человеку и объяснить ему, что меня укусило насекомое и мне плохо. Вполне допускаю, что такая позиция может потребовать от взрослого, который рядом, да, немедленной реакции в виде обращения в скорую помощь. Иногда опасность исходит не только от насекомых или животных, но и от людей. Здесь важно помнить несколько простых и очень важных правил. Во-первых, старайся не ходить в темное время, суток один. Избегай пустынных площадок, автопарковок, стройплощадок, каких-то пустырей. Не ходи там один. Лучше потратить больше времени, но обойди через ту дорогу, где больше людей, где лучше освещение, где тебе точно ничего не грозит. Не подходи близко к чужим машинам. И никогда не разговаривай с незнакомыми взрослыми. Если они обращаются к тебе, лучше не поддерживай беседу. Даже если они что-то тебе дарят, не бери это. Если куда-то зовут, не иди, куда бы ни звали. Даже если они просят тебя о помощи, например, снять котенка с дерева. Поверь мне, взрослый никогда не будет обращаться к маленькому ребенку за помощью. Он скорее справится со всем сам или позовет другого взрослого. Если же вдруг случилось страшное, на вас напали, схватили и куда-то тащат, ни в коем случае не теряйтесь. Не сдавайтесь изо всех сил, привлекайте к себе внимание посторонних. Кричите, отбивайтесь, кусайтесь. Тут все средства хороши и смущаться совсем не нужно. Летний пикник на свежем воздухе – обычное дело. Вот только и на нем надо соблюдать правила безопасности. Детям самим бы нежелательно разводить костры, играть с огнем. Здесь, конечно, нужен кто-то из взрослых или классный руководитель, родители, естественно. Вот у нас несколько случаев было, когда происходили пожары и горели леса. Ну, просто от бутылок оставленных в лесах. То есть от солнечных лучей поджигается через стекла, через бутылки поджигается трава, и все это горит. Естественно, это чья-то небрежность, чья-то невнимательность. Поэтому, конечно, такие случаи нужно следить за собой. Ну, элементарный вроде бы вопрос – мусор. Мусор нужно за собой убирать. Особый раздел правил летней безопасности – это купание. Каждый год в воде погибает очень много детей. А причина – невыполнение очень простых, понятных правил безопасности. Есть несколько правил поведения на воде. Первое – плавать там, где разрешено. Второе – не плавать без родителей. Третье – не отплывать задалеко от берега. Четвертое – не стесняться надевать на рукавники спасательный жилет и круг. Конечно, это далеко не все правила безопасного поведения летом. Не ешьте незнакомых ягод и плодов. Не пейте воды из незнакомых источников. Используйте защитные наколенники, налокотники и шлемы. При катании на велосипедах и роликах не играйте на стройплощадках и других местах, не предназначенных для игры. Все эти и другие правила все мы много раз слышали от родителей. Но главное то, что только от нас самих зависит, насколько ярким запоминающимся станет это лето. И хорошо бы, чтобы запомнилось оно только самым добрым и веселым. Специально для детских вестей Михаил и Софьи Валиулины. Медные инструменты из серебра, а деревянные из металла. Как такое может быть? И при чем тут саксофон? На фестивале детских духовых оркестров разбирался Тимур Юмангулов. Это саксофон. Один из самых популярных в мире духовых инструментов. Его изобрели в далеком 1840 году. Его создание было не случайным. Саксофон должен был примирить два лагеря духовых инструментов. Впрочем, лучше обо всем по порядку. О том, что музыкальные инструменты бывают очень разными, вы наверняка знаете и сами. Пианино, барабан, скрипка, труба и многие другие. Каждый из них участвует в создании музыки. У каждого свое звучание, а главное свой способ использования музыкантов. Сегодня, как вы догадались, речь пойдет о духовых инструментах. Что такое духовой инструмент? К духовым инструментам относятся те инструменты, в которые мы выдыхаем. Выдох создает в раструбе инструмента колебательную струю воздуха. За счет этого образуется звук. У духовых инструментов богата история. В давние времена охотники и воины использовали рок, чтобы подавать товарищам сигналы на расстоянии. В Древней Греции считали, что флейту людям даровала сама богиня мудрости Афина. А в Древнем Израиле уже 3000 лет назад на праздниках играл духовой оркестр из 120 трупов. Так или иначе, духовая музыка – один из старейших видов искусства. На проходящий Ульянский межрегиональный фестиваль детских духовых оркестров «Соборная площадь» съехались творческие коллективы из четырех регионов. В конкурсной программе приняли участие более 200 юных музыкантов. Для исполнения новой музыкальной программы были привлечены около 40 хоров со всей Ульянской области. Грандиозный праздник звучал на весь город. И это не случайно. Духовые инструменты считаются одними из самых громких. Но это не главное отличие. Духовые инструменты, они очень полезны для здоровья. Чем они полезны? Мы в них выдыхаем. У нас происходит активная циркуляция воздуха. У нас активно работают наши легкие детки, которые часто болеют разными заболеваниями, такими как бронхит, такими как астма. Им духовые инструменты очень полезны для развития легких, для профилактики бронхолегочных заболеваний. Духовые инструменты делятся на деревянные и медные. На первый взгляд кажется, что все просто. Деревянные изготовлены из древесины, медные из металла. Однако на деле все гораздо сложнее. У меня в руках блок флейта. Как вы видите, она изготовлена из пластика. Вообще же, флейт изготавливается более чем из ста разнообразных материалов. Среди них кость, стекло, фарфор и даже шоколад. Но несмотря на это, флейта традиционно относится к деревянным духовым инструментам. К ним же относится кларнет, погод и гобой. А вот труба, волторный и тромбон – это медные духовые инструменты. Хотя иногда их делают из латуни и даже серебра. Помимо материала для изготовления, медные и деревянные инструменты отличаются тембром и интонацией звучания. Чтобы сгладить эти различия, Адольф Сакс изобрел саксофон. Забавно, но несмотря на то, что саксофон успешно справился с этой задачей, духовой оркестр его не взяли. Зато взяли в ударные, чтобы задавать ритм исполняемой музыке. Изначально духовой оркестр исполнял только военную музыку. Однако со временем его яркое звучание покорило и другие жанры. Сегодня в исполнении оркестра духовых инструментов можно услышать эстрадные хиты, танцевальные композиции и даже колыбельные песни. Но, пожалуй, самые популярные жанры для духовых оркестров во всем мире – это гимны. Ведь доверить государственный символ можно только самому выразительному, яркому и что уж тут скромничать – громкому оркестру. Тимур Юмангул специально для детских вестей. Хотите ли вы сняться в настоящем кино? А не думали вы сами снять кино? А ведь все в наших руках! Наш сюжет вам подскажет, с чего надо начинать. Смотрим! В этом году в Ульяновске в 11 раз проходит международный кинофестиваль имени Валентины Михайловны Леонтьевой «От всей души». В его программе снято более 50 фильмов в 20 разных странах мира. Какое отношение Ульяновск имеет кино? Спросите вы. Что же, сейчас мы вам и расскажем. Впервые наш город снялся в кино более 100 лет назад. После этого, как место для съемок, наши края выбирали не один раз. Например, в 40-х годах прошлого века в селе Белый Яр в Ульяновской области снимали продолжение детского фильма «Тимур и его команда». Основных актеров для фильма «Клятва Тимура» эвакуировали из военной Москвы. А во второстепенных ролях снимались местные мальчишки и девчонки. Им даже выплачивали гонорар по 100 рублей за каждый съемочный день. Первый год! Роль! С того времени в нашем городе сняли не один десяток фильмов. Самые известные из них – это невероятные приключения итальянцев в России. Кадры из знаменитой комедии, где пассажирский самолет приземляется на автотрассу и под ним едут машины, снимались на запасной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный. Угощай! В последние годы Ульяновск стал особенно популярен как площадкой для съемок кино. Только в прошлом году здесь проходили съемки шести фильмов. Причем снимали их как местные авторы, так и команды московских киностудий. Вот сегодня мы говорили о том, чтобы наша программа, которую мы делали среди молодых специалистов, уже переключилась на детей. И мы с детьми будем производить и учить тоже производить их фильмы. Растак значит у Ульяновска большое будущее в кино. И у нас вместе с ним. Ведь теперь для того, чтобы стать кинозвездой, нам не нужно ехать в Москву или другие большие города. Мы можем попасть в кино прямо здесь, у себя дома. Вот, например, как эти ребята. Они снялись в фильме «Дикие предки», который выйдет на большой экран уже через несколько месяцев. Кость – это самый юный актер. Как вот он отреагировал, что перед ним такие большие камеры, и он уже такой большой актер? Ну, он в то время не понимал, что он актер. Ну, нервничал, он переживал, потому что его снималось очень много. И ночи были сильно тяжелые. Вот так все прошло хорошо. До того, как стать центром мирового кино, Голливуд был всего лишь районом провинциального городка Лос-Анджелес. Большое начинается с малого. Кто знает, пройдут года. Да, может быть, именно и наш город Ульяновск станет новым киноцентром будущего. И именно мы с вами снимем лучшие блокбастеры будущего. Яна Борзенкова специально для детских местей. Наша программа выходит раз в две недели. По субботам, но в июне мы решили взять небольшие каникулы. Встретимся 29 июня здесь же на портале Ульяновской правды. Мои коллеги приготовили для вас афишу выходных и инструктаж по погоде. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Дети – это такие милые существа, которые рождаются из живота мамы. Они младше, слабее. Когда детей обижают, им плохо становится. Ну, у всех есть право на жизнь, и все хотят мира. Этот вопрос подняли на конкурсе красоты женщинам в 1949 году. Сегодня День защиты детей. Этот праздник создан для того, чтобы защищать детей. А тех, кто хочет обидеть детей. В тот день, в котором сейчас у нас происходит этот праздник, в 1950 году утвердили этот праздник. Чтобы все вспоминали, как важно помогать детям и их любить. От этого зависит их будущее. Если детей обижать, то у них будет очень большое негативное отношение к родине. Надо уважать всех детей в этот праздник. Некоторые бывают такие хулиганы. Нельзя их оставлять без присмотра. И надо им уделять большую часть времени. Какими будут дети, таким будет и наше будущее. Потому что дети – это будущее взрослое. Дети в будущем смогут защищать экономику страны и отечества. Они могут открыть какую-то новую планету, возможно, изучить что-то новое. Детство должно быть счастливым, чтобы радоваться и не грустить никогда. Потому что он же запомнил то, что ему сделали в детстве. И он это же повторит. Либо грубкой, либо всем классом. Дети – это счастье. Ну да. Пожалуйста, никогда не обижайте детей. Ура! Лето наступило! На улице и жара. Снимайте теплую кофту, надевайте. Кепки и шляпки. Не забудьте намазаться солнцезащитным кремом. И захватить бутылочку воды. И побежали гулять. Это был инструктор по погоде. И я, ваш личный инструктор Инна Саблинова. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова